Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Меченосы. Герой фильма – скромный китайский ремесленник, изготовитель бумаги, живущий в далёкой деревне с женой и двумя детьми во времена империи Цин. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот. Кикбоксёр возвращается. Год назад Курт Слуан, потерявший родного брата, отомстил за его убийство, после чего принял решение больше никогда не попадать в Таиланд. Он уехал в Лас-Вегас, где готовился принять участие в новом турнире по кикбоксингу, когда к нему резко нагрянули агенты ФБР. Сначала они обвиняют мужчину в убийстве, а затем вводят ему снотворное и похищают. Курт приходит в себе в тюрьме Таиланда, Слуана заставляет участвовать в подпольном поединке не на жизнь, а на смерть. Его противником должен стать огромный громилом Монг Курт. Если Курт одержит победу, похитители обещают ему миллион и свободную жизнь, иначе он так и останется в тюрьме. Мужчина отказывается от этой авантюры, но находятся люди, которые заставляют его дать согласие. У кикбоксера не остается другого выхода. Он начинает ожесточенно тренироваться под руководством очень странных наставников. Противостояние. Что делать, если твой мир рушится, когда в него вторгается безжалостный пришелец из параллельных миров? Стремясь стать сверхчеловеком, агент Межпространственного бюро расследований Юло совершает головокружительное сафари по параллельным мирам, охотясь за своими двойниками. Силы его растут с каждой новой жертвой, их жизненная энергия аккумулируется в нем, наделяя его невероятными способностями. Никто не знает, что случится с хрупким равновесием вселенных, если Юла достигнет своей цели – уничтожить всех двойников. Его мечта уже почти становится реальностью, когда на пути Юла становится Гейб, полицейский из Лос-Анджелеса. Поляны Дункан Визла – один из самых опасных киллеров в мире, известный под прозвищем «Черный Кайзер». Когда-то он убивал людей по всему свету, но теперь наслаждается мирным существованием и давно уже не брал в руки оружие. Только вот бывший клиент, с которым у Дункана произошел небольшой конфликт, не собирается забывать старые обиды. РИД Отряд спецназовцев получает задание проникнуть в многоэтажный дом, расположенный в самом сердце трущоб Джакарты, и арестовать обосновавшегося там наркобарона, которого охраняет целая армия вооруженных до зубов головорезов. Операцию нужно провести без лишнего шума, но нелепая случайность нарушает планы служителей закона. Теперь бойцам негде спрятаться и некуда бежать. Перед ними 30 этажей ада, где смертью грозит каждый неверный шаг. Война по правилам кончилась. Выживает сильнейший. Войн Томми Конлон – молодой боец, вернувшийся домой после долгого отсутствия, чтобы приготовиться к участию в большом турнире. Отец-пьяница, в прошлом талантливый боксер, берется тренировать сына. Бойцы Два брата вступили в бойцовский клуб Нового Орлеана. Между ними девушка, которая никак не может определиться, кого же из них она любит, и жажда победы во что бы то ни стало. Братья готовы биться насмерть, даже друг с другом. Запрещенный прием Действие развернется в 1950 году. Молодую девушку, по настоянию ее злодейского отчима, определяют в больницу для душевнобольных. Она выдумывает сказочный мир, где и начинает планировать свой побег. Для этого ей нужно раздобыть пять предметов. Человек из ниоткуда 2010 года Чхат Хэсик, скромный владелец ломбарда. Девочка Сон Сомэ, его соседка и дочь матерем-одиночки, которая работает в баре танцовщицей, и не столько увлекается воспитанием ребенка, сколько ищет острых ощущений, на свою без того повидавшую виды, неудавшуюся жизнь. И вот однажды Мать Сомэ вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера, который регулярно появляется в заведении, где она выступает. Ария. Можно ли заработать состояние на жажде крови? Ушлый бизнесмен-садист создает подпольный веб-сайт, в реальном времени транслирующий жестокие битвы гладиаторов, где схватки ведутся не на жизнь, а на смерть. Его новый боец, Дэвид Лорд, похищенный пожарный, оказавшийся в заточении и вынужденный бороться за свою жизнь. Чтобы выкупить собственную свободу, Лорд соглашается принять участие в серии кровопролитных сражений. Но по мере того, как возрастает число жертв и приближается решающая битва, Лорд внезапно узнает секрет, который способен поставить крест на бесчеловечном бизнесе и сравнять бойцовский клуб с землей. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!